Здравствуйте, друзья! Меня зовут Ирина, я живу в России, в городе Самара. По образованию я юрист, имею достаточно много всевозможных жизненных интересов и уже 4 года являюсь подписчиком канала «Голос Силиконовой долины». Для того, чтобы оформить подписку и стать слушателем какого-либо канала, наверное, всем нам необходимо два фактора – совпадение двух обстоятельств. Нас должна интересовать тематика канала, и ведущий канал, автор канала должен быть нам интересен и приятен. Оба этих фактора прекрасно совпали в данной ситуации, потому что Михаил Портнов, автор канала, является совершенно незурядной редкостной личностью, на мой взгляд. Ну и тематика канала. Страна Америка меня, конечно же, интересует в первую очередь, поскольку это страна с огромным экономическим и политическим влиянием и авторитетом в мире. Ну и кроме того, философская тетрадь, рассуждения о жизни, какие-то советы, разбор каких-то жизненных ситуаций – все видеоролики Михаила, конечно, вызывают в моей душе безусловный отклик и, безусловно, неподдельный интерес. Но я расскажу о тех событиях, которые произошли в нашей стране и в моей жизни ровно 4 года назад, 4 декабря 2011 года, и которые привели к наиболее скорейшему моему знакомству с каналом. Дело в том, что 4 года назад, 4 декабря 2011 года, в моей стране произошла страшная трагедия. По степени трагизма многие политологи сравнивают это с вероломным нападением фашистской Германии на Россию. И если задуматься, то, в принципе, наверное, они скорее правы, чем нет. Дело в том, что в России происходили выборы. Я работала в должности председателя участковых избирательных комиссий уже много лет. И те выборы, которые происходили в 2011 году, они были отличны по своей наглости, цинизму, по своей ошеломляющей степени фальсификации. Итог этих выборов плачевен, губителен и фатален для моей страны. Дело в том, что власть в России захвачена преступным, насильственным, мошенническим путем. И в России установился прочно, резко антиконституционный, антидемократичный, антинародный, тоталитарный режим. Власть деградировала целиком и полностью. Власть неадекватна. То, что творит наша власть в моей стране, наверное, нельзя сравнить ни с какой трагедией. Ни один внешний враг не причинил еще столько бед России за всю ее историю, чем причинила власть российская за последние годы. Я не знаю другой такой страны, где власть делает столько губительного для своего же народа, где власть способствует гибели нации, гибели своей родной страны. «Родина моя, ты сошла с ума», – пел Игорь Тальков. «Но сошла с ума не моя родина. Я живу в лучшем мире родине, но в чудовищном государстве. Государстве с полной деградировавшей властью. Государстве, в которое кучка моральных уродов удерживает власть. Мы живем фактически на оккупированной врагом территории. И, к сожалению, ничего поделать с этим нельзя. Я среди немногих председателей отказалась произвести фальсификацию итогов выборов. Я устояла перед угрозами, уговорами, шантажом, перед диким моральным прессингом и давлением административного ресурса. Наверное, можно этим гордиться, но я всего лишь навсего отказалась совершить уголовные преступления против моей родины, поскольку, будучи юристом, я прекрасно понимала ту ответственность, ту степень ответственности, которую я понесу, совершив это гнусное уголовное преступление, которое карается вообще-то, в принципе, решением свободы. И я прекрасно понимала, что посредствия этих действий, они трагичны. Они трагичны как для меня лично, так и для моей родной страны. Если раньше мы наблюдали падение нашей страны, падение всех сфер, абсолютно всех, достаточно плавно, медленно, но верно, вот примерно с такой траекторией, то после того, как произошли фальсификации, понятно, что власть была захвачена и понятно, с какой целью это происходило, падение произошло примерно вот с такой траекторией. Понимаете, сейчас то, что произошло за последние 4 года, это наглядным образом показывает. Мне это было совершенно ясно и совершенно понятно 4 года назад. Никаких предпосылок, никаких надежд на то, что в стране будет не то, что что-то лучше, а то, что хотя бы хуже не будет, чем сейчас мы живем, наблюдаем, никаких предпосылок для этого, конечно же, нет. Я говорю об этом с болью и горечью. Поверьте, я действительно люблю свою страну. И чем больше я ее люблю, тем больше я убеждаюсь, насколько она прекрасна, тем больше ее дербанят вот эти враги, тем более они хотят ее уничтожить, тем больнее, тем острее, тем жутче становится. Есть прекрасный афоризм, который можно применить к этой ситуации. Он прекрасен, но он еще и ужасен. Бывали хуже времена, но не было подлей. Действительно, не было подлей. Никогда еще наша Родина не катилась в пропастью с такой молниеносной скоростью. Никогда еще процессы, происходящие в России, не были столь трагичны и неотвратимы. Никогда еще я не наблюдала за свою жизнь, и люди более старшего поколения также в этом сознаются. Никогда еще не было так страшно, так жутко жить. Никогда еще не было такой уверенности в том, что ничего хорошего в ближайшее время, в ближайшем обозренном будущем, к сожалению, ждать не приходится. Никаких предпосылок для этого нет. Степень наглости, подлости, совершенно развращенной власти, распоясывшейся власти, полностью деградирующей власти, она страшна, она губительна. И вы знаете, вот как председатель участковых избирательных комиссий, когда я совершила этот поступок, отказавшись произвести фальсификации, меня удивила реакция некоторых людей. На меня смотрели вот с такими открытыми широко глазами. Мною восхищались. Может быть, некоторые считали меня, ну, слишком смелой, слишком бесстрашной, так меня, собственно, и называли. Говорили, какая ты бесстрашная, смелая, отчаянная, ты совершила гражданский подвиг, так писали журналисты. Ну, смешно, право. Журналисты писали еще и то, что я пошла против Путина. Но это вообще еще смешнее, поскольку я пошла за Путина, я, наоборот, обеими руками за Путина. Ведь Путин, в тот время он был кандидат в президенты, это человек, который с экранов телевизоров говорил о том, что не допустит фальсификации выборов, о том, что он все сделает, чтобы не было даже по малейшему намека на попытки сфальсифицировать выборы. Так я сделаю все, как хотел Путин. Наши с ним интересы, получается, совпали. И тем смешнее, тем страшнее было слушать вот эти передачи, которые вещали с центральных каналов нашего телевидения о том, что фальсификации в России нет, это невозможно, это страна, где абсолютно честные прозрачные выборы. Ну, кто смеялся, кто плакал, а кто воспринимал такую информацию с огромной горечью, в том числе и я. В отношении меня была организована подлая, наглая, циничная, беспрецедентная, агрессивная политическая травля. Но, правда, совершенно глупая, бессмысленная, и, тем не менее, было сложно. Вы знаете, когда вы понимаете прекрасно о том, что пакетик с героином лежит, дожидается своей участи, чтобы оказаться в вашей сумке или в вашем кармане, вам становится тяжело дышать. Вы выходите на улицу, вы не понимаете, холодно вам или жарко. На вас едет машина, вы ее не видите. Помимо того, я, как любой адекватный, меняемый человек, прекрасно понимаю о том, что в России отсутствуют не только выборы, но в России отсутствует и правосудие как таковое, поскольку вся правоохранительная, вся административная система находится в прямом и непосредственном подчинении преступной власти. Таким образом, я попала в страшную, вкабальную ситуацию, и, безусловно, ни о какой помощи, ни о каком цивилизованном решении данного вопроса не могло быть и речи. А то, знаете, были какие умники, которые говорили мне, а почему же ты не обратилась в правоохранительные органы? Почему же не возбудили уголовные дела? Ну, наверное, власть не посадит сама себя на скамье подсудимых. Напротив, в отношении меня были отчаянные попытки сфабриковать, сфальсифицировать уголовные дела. Есть прекрасный афоризм. Когда-нибудь ты вдруг подумаешь, это все, это конец. Так вот это и будет начало. Так произошло и в моей жизни, поскольку в ней начался новый жизненный этап, новый период. Я с удовольствием и удивлением обнаружила, что Вселенная, словно в награду за те испытания, которые мне пришлось пережить, одаривает меня большим количеством подарков. Это были как настоящие, реальные подарки, так и виртуальные, которые для меня явились не менее ценными. Я с огромным удовольствием и удивлением обнаружила, что меня окружает большое количество друзей. У меня есть настоящие, верные, преданные, надежные, умнейшие друзья, которые готовы прийти в трудную минуту мне на помощь. Мне стали звонить люди со всего мира. Люди звонили по скайпу, звонили по сотовому телефону, писали сообщения. Они оказали мне огромную моральную поддержку. И до сих пор со многими из них мы дружим, общаемся, за что я бесконечно благодарна. Я еще больше полюбила свою многострадальную родину. Еще более отчетливо поняла, что погубить ее все-таки не удастся, потому что здесь большое количество прекрасных, талантливейших, умнейших людей, которые искренне переживают за то, что наша Родина находится сейчас в таком плачевном состоянии. И в конце концов они ее вытянут. Ни один враг, даже самый лютый, самый отвратительный, не сможет победить, не сможет ее окончательно уничтожить. Конечно, хотелось бы, чтобы расцвет нашей страны произошел как можно быстрее. И будем надеяться, что мы дождемся этого прекрасного, счастливого события. И, безусловно, одним из прекрасных, таких замечательных подарков, которые подарила мне Вселенная, я считаю, знакомство с каналом «Голос Силиконовой долины». Я стала изучать информацию, стала больше интересоваться политикой, как внутренней, так и внешней. Конечно же, меня стала больше интересовать тема политической миграции, тема получения политического убежища. Мне стала интересна судьба людей, которые уехали из страны, страны Европы, Америки, устроились там. Стало интересно, с какими трудностями, проблемами они столкнулись. Мне стала интересна Америка как такова еще в большей степени. Сейчас я являюсь достаточно активным зрителем, я подписана на очень многие каналы. Здорово, что большое количество людей, которые приезжают в другие страны, в том числе Америку, ведут свои каналы, рассказывают нам. Конечно, все это очень интересно, но, безусловно, приоритетным для меня является канал «Голос Силиконовой долины». Говорю это совершенно искренне, не с целью польстить его автору. Что касается Михаила Портнова, то я говорю совершенно искренне, совершенно объективно. Человек необыкновенного обаяния, необыкновенной жизненной энергетики. Помимо высоченного интеллекта, его жизненной мудрости и скрометного юмора, я хотела бы еще сказать о его скромности, о его каких-то незаурядных способностях сопереживать, сочувствовать. И одно из основных качеств, которые я не назвала еще у Михаила, какое бы вы думали? Человеколюбие. Михаил делится с нами своим позитивом, своими знаниями, своим умом, своим опытом, своей жизненной энергией, частичкой своей души. Он словно протягивает нам обе руки и говорит «Возьмите». Я готов с вами поделиться, я буду рад и счастлив, если вы возьмете то хорошее, что я могу вам дать. И делясь с нами вот всем этим, он становится сам, безусловно, богаче. Еще богаче, еще более наполненным. И это не только красивые слова. Знаете, есть замечательные слова песни. «Когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим». И это действительно так. Ведь даря нам свое тепло, частичку своей души, человек сам заряжается этой энергией. Своим позитивом он готов делиться совершенно безвозмездно, сам кайфует от этого. Вообще прекрасно наблюдать за человеком. Не знаю, может ли он назвать себя абсолютно счастливым. Наверное, таких людей просто не существует. Но то, что он кайфует от жизни, от работы, от семьи, от той прекрасной страны, в которой он живет, от общения с друзьями, от того, что он делает, от своих роликов на канале, от своей деятельности на YouTube, он испытывает огромное удовольствие. Иначе канал не пользовался бы такой популярностью. Если бы меня спросили, каким одним словом я могу охакциализовать канал Михаила Портнова, то я с удовольствием назову это слово жизнеутверждающей. Довольно часто мне хочется, мало того, поставить лайк, почти под каждым видео Михаила, но мне хочется написать слова искреннего восхищения, искренней благодарности. И я пишу. Браво! Браво, Михаил! Чего стоит одна философская его тетрадь? Мой вам совет, друзья мои, если вам когда-нибудь станет в этой жизни грустно, печально, может быть, будет не с кем посоветоваться, может быть, вас предаст друг, или будет какая-то особенно тяжелая жизненная ситуация, да или просто взгрустнется, откройте его философскую тетрадь, начните слушать, и вы увидите, что произойдет в вашей душе. Я хочу сказать огромное спасибо супруге Михаилу Светлане, которая пусть не часто, но иногда принимает участие в его видео, и, как я понимаю, сейчас ведет свой отдельный плейлист. Слушать ее, конечно, одно удовольствие. И отдельное спасибо я хочу сказать Светлане еще и за то, что она была инициатором эмиграции семьи Портновых в Америку. Мудрая женщина, у мудрого мужчины должна быть мудрая женщина, иначе быть не может. Отдельное спасибо хочу сказать для технического оснащения канала. Мы всегда слышим прекрасный звук, видим прекрасные изображения. Я недавно себя поймала на мысль о том, что я люблю смотреть как на Михаила, так и на те виды, которые он снимает, когда находится в машине. Но качество настолько на высоченном уровне, что, вы знаете, тут можно медитировать. Я с удовольствием смотрела прекрасные виды Калифорнии, слушала любимый, родной уже голос, и у меня было полное ощущение, что я нахожусь вот в этой машине, что я еду по Калифорнии. Ну, просто релакс, честное слово. Огромное спасибо. Я хочу еще присоединиться к тем поздравлениям, которые приняли Михаил и Светлану Портнову за последние дни. Это и юбилей школы тестеров, это и 25 лет совместной жизни в Америке, 40 лет совместной жизни в браке. Одна дата прекраснее другой. Поздравляю от души, желаю всех благ, желаю процветания, желаю добра, здоровья, удачи. Будем с нетерпением ждать новых прекрасных видео. Светлану хочу еще отдельно поздравить с Днем Матери. Сегодня, 29 ноября, в России отмечается замечательный праздник – День Матери. И в завершении своего видео я хочу прочитать вам стихотворение, посвященное каналу «Голос Силиконовой долины». Наша власть нам всерьез объявила войну. Невозможно ее ни понять, ни унять. Наша Родина катится в пропасть, ко дну. Со всем миром мы в ссоре, кто ж нас будет спасать? Мы устали от подлой, чудовищной лжи. Зомбоящик смотреть невозможно опять. Русский блогер, всю правду расскажи, покажи. Что такое Америка? Мы хотим знать. Я открою YouTube, я зайду на канал. Михаил мне с улыбкой вновь скажет «Привет». И, возможно, все то, что так долго искала, я узнаю, даст автор правдивый ответ. Как же хочется Миши вам руку пожать и по-дружески даже вас крепко обнять, вновь открыть философскую вашу тетрадь, вспомнить жизнь коротка, нужно что-то менять. И в тот час, когда будет совсем нелегко, вдруг захочется жить, а не выживать. Калифорния, пусть ты пока далеко. Нужно действовать, нужно не просто мечтать.